Всем привет, я Даша. И так вышло, что на этой неделе я читала преимущественно женский роман. И, пожалуй, мы начнём с книг, которые меня как-то меньше привели в восторг, хотя тоже хороши, и закончим той, которая мне понравилась более всего из этих трёх. При этом я хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что я вот так поставила очередь рассказа об этих книгах, это не значит, что та книга, с которой я начну, она слаба, плоха, отвратительна, ужасна, не надо её читать. Совершенно нет. Это у нас «Тайна покинутой часовни», автор Гейл Уилсон. Несмотря на то, что название подразумевает под собой какое-то расследование такое детективное, ну, когда книга начинается с словом «тайна», то именно этого как-то и ждёшь. По крайней мере, я жду. Ну, на самом деле, нет. Действие происходит в XIX веке. Англия, вроде, да, Англия. Мы имеем дело в главной героине, это дочь векария местного и безума влюблённого в неё наследника графского титула. То есть немножечко такое неравновесие в положениях, в обществе, в статусах. Вообще, я когда начала читать эту книгу, у меня сложилось мнение, что это представитель тех женских романов, где мы очень часто будем наблюдать внешне идеальную пару, поставленную в неравные условия, ну, как вы понимаете, да, почему я так решила, и изобилирующую интимными сценами, поэтично распятыми авторами, где, как бы, плавиорганы называются не прямым текстом, а, я не знаю, жезл любви, амуров, жезл... Вот что-то меня на жезлах зациклило. Амуров кто ещё это может быть? Амурова стрела, я не знаю, но стрела тонкая. В общем, я куда-то не туда ещё сошла. Да, на самом деле я была почти права. Всё это есть. И неравное положение, и внешне совершенные главные герои, и половые сцены, куда без них их целуют две с половиной. Почему с половиной, вы поймёте, если прочтёте. Мы имеем дело с историей такой любви, как вы поняли. Конечно, у нас же существуют главные злодеи, и непростая ситуация, в которую попадают герои, во множественном числе. И, ну, на самом деле, там есть один фактор, который достаточно неожидан. Ну, не то, чтобы прям вот совсем-совсем. Я, допустим, когда начинала читать, я сразу поняла, что этот фактор возникнет. Что за фактор, я вам не скажу. Но я не ожидала, что этот фактор будет поставлен именно в такие условия. Книга коротенькая, всего 200 страничек. Если вам хочется скоротать вечерочек, уютно устроившись в кресле или в диване, или в ванной, где вы любите там читать, я не знаю. И вы не ждёте от книги ничего сверхфилософского, сверхсложного. Просто хотите приятно провести время. Но при этом закончить с книгой за один вечер. То это самый подходящий вариант. Написано очень легко, чрезвычайно увлекательно. Вы сами не успеете заметить, как вы её закончите. Следующая книга, которую я расскажу, тоже читается очень легко и быстро. Вы это поймёте. Узнав, что начала я её вчера вечером, причём успела почитать всего лишь какой-то там час. И закончила уже сегодня, утром, непосредственно перед съёмками данного видео. Автор Дэниелс Дороди. Называется «Династия Дунканов». Или Дунканов, я прошу прощения. Когда видишь название «Династия Дунканов», ожидаешь, что это будет такая масштабная книга, страница 500, а то им в несколько томов написано. 220 страниц. Я сейчас, конечно, накруглила. Здесь нет интимных, я бы сразу разочарую или, наоборот, обрадую. Но условия те же самые. Не вполне равные между собой молодой человек и молодая девушка. Всяческие препятствия, которые между ними стоят. Злодеи, которые то ли злодеи, то ли не злодеи. Дополнительные злодеи. Бонусом. Действие происходит в Новом Орлеане. Американский континент. И девчушка приехала из Старого Света, из Англии. Тоже в 19 век. Как я говорила, с пирозом учил, простите. Тоже увлекательное чтиво. Лёгенькое, быстренькое, неприменительное. С которым вы очень быстро справитесь с увлечённости сюжета. И там есть, наверное, такая загадочка, которая, на самом деле, разгадывается очень-очень легко, элементарно с самого начала. Но всё-таки подробности этой загадки немножечко так могут, вполне способны вызвать у читателя. Не у каждого, но, пожалуй, уже тла. Некоторые у неё явления, некоторый эмоциональный всплеск в связи с некоторыми опять же обстоятельствами. И последняя книга, о которой я хочу рассказать сегодня, это Элли Бронте. Не путать с Шарлоттой. И её книгой. Замечательной книгой, которая называется «Леди в зеркале». На самом деле, самое начало сюжетной линии, когда начало развиваться, меня несколько озадачило. Озадачило не в смысле удивило, а в смысле зачаровало. Как-то всё так простенькое, невзрачное никак. Подождите, не передаетесь меня камнями, палками, тухлыми яйцами и испорченными продуктами. Я ей, дайте договорить. Всё казалось таким простым, предсказуемым, ожидаемым, элементарным. Не затейливым. Но, когда я продолжала читать, мои глаза расширяли всё больше и больше, челюсть отвисалась всё ниже и ниже. Потому что, когда я начинала читать, я предполагала развитие событий в плёдом ключе. Но тропиночка свернула вообще в другую сторону. Начала как-то вилять, как-то прыгать, теряться в густой, высокой траве. Я стоила нащупать, вернуться на неё, чтобы не потеряться. И продолжать читать. И я просто вот голубым боевым лобом, скорее-скорее-скорее, там просто вцепилась в эту книгу. Просто я не знаю, в какой утопающий, спасающий круг. У меня было от неё не оторвать. Мне надо было идти там делать дела. Когда я людям, которые от меня там ждали, что я буду им помогать, с ними сотрудничать, я такая, и 10 минуточек, мне тут осталось 50 страничек, да и читать. Ну, чуть-чуть дайте время, пожалуйста. То есть, мне эта книга, как только я понимала, что это не то, что я подумала, меня эта книга просто не отпускала до самого своего конца. Как я ненавидела главную злодейку, как я презировала одного-то недозлодея. То есть, прямо искры у меня из глаз летели в его сторону. Если бы это был живой человек, а я могла бы убивать взглядом, то он бы был при смерти. То есть, да, несомненно, как мне кажется, определённые герои вызовут у вас всплеск эмоций, не исключено, что сильных. Потому что я вот, например, ну не то, чтобы была абсолютно вне себя, но эмоции были достаточно сильные. Вот. Я понимала близко к сердцу всё, что происходит в этой книге. До такой степени автор смогла передать характеры персонажей. Хотя, по началу, мне книга показалась незрачной. Я уж приготовилась строиться по этому поводу, но нет. Я рановато сделала определённые выводы. И, в общем, я поторопилась с этим. Книг до такой степени неплохо, что рано или поздно я непременно обзаведусь ею в бумажном натуральном варианте. Собственно, это всё, что я хотела вам сегодня рассказать. Получилось, пожалуй, сумбурно и более эмоционально, чем обычно. С вами была Наша. Пока-пока и до скорых книг. Продолжение следует...